МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Отлично. Теперь мы видим, что у нас настоящие студенты, хорошее пополнение прибыло в детский университет. Я хочу пригласить на эту сцену Равиля Муфазаловича Зелеева с его очень интересной лекции. Давайте его приветствуем. Первое, что я хотел бы сделать, я благодарю за такую честь начать учебный год. Прежде чем задаваться вопросом, легко ли быть насекомым, надо посмотреть, а сколько вообще насекомых и какую долю они составляют среди остальных живых существ. Вот посмотрите, правый нижний угол – жуки, калиоптера написано. Их больше, чем всех позвоночных животных и растений вместе взятых. 400 тысяч видов. Ну и остальных там тоже и бабочки там нарисованы, и перепончатокрылые, и мухи, и ряд других, которых, в общем-то, больше половины. То есть это действительно очень большой набор живых существ. Это очень интересные организмы. И первое, что я хотел бы спросить, может быть, здесь сидят будущие энтомологи. Так называется специалист, который изучает насекомых. Пожалуйста, красный микрофон. Энтомолог. Вот. Правильно? Это слово, да, конечно, я уже сам подсказал, сам того не желая. Это слово от греческого «энтомон» – насекомое. И вот теперь вспомним, у древних римлян тоже было название насекомых. И оно связано, например, вот с таким словом, как инсектарий. Что это такое, знаете, нет? Кто может сказать, что такое инсектарий? Это вид насекомых? Нет, немножко неправо. Неправо немножко. Ну, я думаю, это какой-то зоопарк насекомых. Инсект – это же насекомые. Теплее, да. Совершенно верно. Инсекта – это по-латыни насекомые. А инсектарий, ну, не будем вас мучить, это место, где насекомых выращивают. Это не зоопарк, это, ну, скажем, какая-то комната, может быть, и так далее. Ну, и вспомнили греков, вспомнили римлян, вспомним и древних египтян. Следующий вопрос. Кому, какому насекому поклонялись древние египтяне? О, сколько. Королевскому скоробею. Замечательно. Следующий слайд. Вот как раз этот скоробей. Вот, историю эту я чувствую, вы все знаете. Прощелкните, пожалуйста, еще. Земля действительно настолько богата насекомыми, что мы на ней, в общем-то, на самом деле случайные гости. Многие насекомые даже не знают, что существуем мы на свете с нашим интернетом, с нашими технологиями. И все это, конечно, достаточно интересно. Пожалуйста, идем дальше. Вернемся все-таки к этому вопросу. Легко ли быть насекомым? Ну, и по самой постановке вопроса понятно, что, наверное, нелегко. Давайте щелкаем дальше. Это, конечно, для многих вещь пугает. Меликопитающие, да, существа, которые на нас совсем не похожи. Пожалуйста, дальше. Вот. А вот посмотрите. Огромное множество существ, которые, в отличие от этой девочки, не боятся, а очень даже любят насекомых. Так ведь? Вот посмотрите. Тут есть и ежи, и бурозубки, и лягушки. Не говоря уже о птицах. Целый отряд млекопитающих называется насекомоядными. И многие люди тоже не брезгуют насекомыми. Посмотрите. В Таиланде, это не единственная страна, где на рынках вы можете встретить развалы, и считается, что наш с вами желудочный сок очень удивительно приспособлен к перевариванию этого, этой вида пищи. Потому что, очевидно, наши предки, в общем-то, не брезговали ими. Видите, даже растения и те едят насекомых. То есть все их едят. Следующий слайд. Но, к сожалению, к еде одной не сводится все. У нас есть такая не очень, наверное, хорошая для насекомых привычка. Мы то, что нам нравится, обычно куда-то прикрепляем себя, храним, любуемся. Вот видите, какие замечательные насекомые, в частности, бабочки. Объект, в общем, достаточно распространенного коллекционирования. Пожалуйста, дальше. Коллекционируется все подряд, на самом деле. И марки, и этикетки от спичечных коробков, и монеты. В том числе, видите, самые разные насекомые. Пожалуйста, дальше. Понятно, куда же деваться насекомым. Им, конечно, в такой ситуации единственное остается прятаться. Причем прячутся они по разным поводам, от разных существ. По-разному. Вот, посмотрите, верхний левый эпизод – это гигантский богомол, который превращается как бы в цветок, который должны опилять насекомые. Бедные насекомые не подозревают, а этот цветок коварным образом хватает их и съедает. А вот под ним находится листовидка. Это палочник, который напоминает лист растения. И нам с вами было бы очень сложно его от растений отличить. А вот справа внизу наверняка не каждый, наверное, разглядел, что там находится на самом деле бабочка. Видите, да? Это все примеры того, как удачно насекомые прячутся, потому что есть необходимость это делать. Пожалуйста, дальше. Вот здесь пойдет ряд не очень приятных, может быть, слайдов. Это связано с тем, что многие насекомые являются не нашей пищей, а нашими потребителями. Они нами питаются. Вот есть такое неприятное существо, которое и тиф переносит, и ряд других болезней. Вот это были клопы, вернее, вши. Сейчас это, видите, блохи. Вот там, видите, посмотрите, блоха человеческая, блоха крысиная, блоха куриная. Их несколько сот видов, этих блох. До каждого вида почти своя блоха. А вот, пожалуйста, клопы. Вот тоже не очень приятный для нас с вами сосед. Вот в нижнем ряду, посмотрите, эти клопы, не совсем они поставлены по масштабу, да, но видно, как они наполняются кровью через, значит, 3 минуты, 9 минут и 12 минут после начала кровососания. Вот в правом нижнем углу там тоже клоп, но клоп – это не кровососущий, это клоп-хищник, то есть их, на самом деле, очень много. Этот клоп живет в Индии, и размер у него почти с ладонь человека. Он нападает даже на крупных рыб достаточно, и если ужалит вас, то это будет очень больно. Вот такие неприятные существа. Идем дальше. Вот здесь, видите, двукрылые – это комары и мухи. Вот сверху и справа – это комары, причем некоторые уже насосались в крови, а в центре и внизу – это мухи, они не совсем похожи на муха, это муха кровососка. Вот дальше она еще показана с крылышками, видите, потом они крылышкой обламываются. Щелкаем дальше. В общем, вот это муха-ЦЦ, наверняка знаете ее, да? С чем связана муха-ЦЦ, кто знает? Она разносит опознанную болезнь в Африке. Да, как это болезнь называется? Не помните? Нет, не знаю. Нет, не малярия. Малярия комары разносит. Не-не-не, лихорадка. Ну, не совсем. Последний вариант. Бешенство. Бешенство. Нет. Ну, я вынужден все-таки сказать, это сонная болезнь. Вот, сонная болезнь. Причем эта муха, она чем-то похожа на нас с вами, потому что она живородящая. То есть она рождает не яйца, а прямо сразу живых мух. А вот эта муха, хотя и не кровососущая, тоже не очень приятная. Это зеленая мясная муха. Она может вызвать очень неприятные вещи, поскольку откладывают живых личинок на раны, и они могут просто быть как бы вот разрушаемы этими личинками. Идем дальше. Вот. А вот еще один кусака. Наверное, поняли, кто это такой, да? Пчела. Вот пчела в этом отношении существует особо. Если муха может насосаться, если вы не успели ее убить, она улетела, то для пчелы этот укус является единственным, да? Поскольку для нее человеческая кожа, она слишком является трудной. Из нее опять хоботок не выходит, и поэтому пчела погибает. Вот. Посмотрите, как написано. От укусов пчел каждый год погибает в три раза больше людей, чем от укусов гремучих змей. Статистика вот именно об этом говорит. Хотя, на самом деле, с пчелами, конечно, люди встречаются гораздо чаще, чем с гремучими змеями. Может быть, это и хорошо. Правильно, пожалуйста, а у нас вот тот вопрос возник. Вот, пожалуйста, черный микрофон. А из-за чего погибают люди? Ведь укус пчел не... А, спасибо. Ну, вы знаете, все зависит от того, во-первых, сколько пчел вас укусит и куда укусит. Есть места, которые очень опасные. Вот. И... Причем и пчелы бывают разные. Есть пчелы-убийцы, значит, африканские. Они расселились в Южной Америке, потом стали распространяться очень далеко. Ну, это отдельная тема. Я думаю, на этом... Вот один вопрос, чтобы мы немножко так разрядили лекцию. А почему с челом встречаются убийцы в России и в Европе? Нет, не у нас. Это, на самом деле, в Южной Америке. Там пока это не очень... Вот еще один вопрос. Пожалуйста. Пожалуйста, говорите. Вообще, пчелы умирают от того, что, когда они жаль человека, у них вместе с жалом уходят некоторые части органов. Да, да, вот это изображено. Совершенно верно. Я, наверное, все-таки продолжу, иначе мы просто не уложимся. Пожалуйста, дальше. Ну и, соответственно, с пчелами связан очень забавный мультяшный герой Винни-Пух. И вот, соответственно, о пчелах мы очень много знаем и, на самом деле, очень много не знаем. Дальше щелкаем. Если мы обратимся к любому человеку с улицы, то наверняка не каждый ответит, что такое пчела. Вот, например, может быть, и такой ответ. Пчела – это такая оса, как комар, только муха. То есть, на самом деле, в этом вопросе, в ответе почти каждое слово является ошибкой. Идем дальше. Многие не знают, как пчелы даже выглядят. Вот смотрите, вот это все изображенное, это на самом деле не пчелы. Это очень похожие на них мухи, которые имитируют пчел, чтобы не быть съеденными какими-нибудь хищными птицами. Потому что птицы не все, в общем-то, рискуют на пчел нападать. Идем дальше. Ну, а вот обычные пчелы – это, в общем-то, благо для человека. Мы получаем массу полезных вещей от них. А пчелы, когда развиваются в улье, они проходят целый ряд очень интересных профессий. Сначала они занимаются уборкой в гнезде, а потом начинают строить. Нет, сначала после уборки начинают кормить подрастающее поколение, потом строят соты, потом вылетают уже собирать нектар. И вот вопрос такой, какая профессия у пчел самая почетная? Пожалуйста, там черный микрофон, пожалуйста. Королева. Королева? Хорошо, спасибо, но пока не угадали. Охрана королевы? Охрана королевы? Вы знаете, ее особенно-то не охраняют. Она окружена. Пожалуйста, черный микрофон, да. Окружена рабочими. Мне кажется, что они трудятся для того, чтобы было побольше питания для королев? Нет, нет, профессия какая среди пчелиных профессий самая почетная? Медоносцы. Ну, в общем-то, можно было так подумать, но тоже не так на самом деле. Матка. Тоже не так. Я, наверное, все-таки отвечу. Потому что почти все, что я назвал... Собирание меда? Как? Собирание меда? Делать мед. Да, уже сказали, но это не оно. Я все-таки, наверное, оставлюсь. Собирать пыльцу? Ухаживать за детенышами? Не угадали. Как ни странно, самая почетная профессия, которую выполняют ветераны, это вахтер. Потому что пчелы, которые влетают собирать нектар, они на самом деле в большом количестве гибнут. И только немногие из них доживают до преклонного возраста. И вот их сажают перед ульем, и они всех прощупывают, свой или чужой. И некоторые из вахтеров даже пропускают не ощупывая, потому что чувствуют, что пчела летит на высоком тоне, напряженно. Значит, она несет с собой много массы полезной. И, наверное, рассуждая так, думают, что эта пчела не вор, потому что добро в дом воры не несут. Вот таким образом это возникает. То есть, на самом деле, именно вахтеры – это самая почетная профессия. До нее надо дослужиться. Но не все насекомые, на самом деле, такие хорошие, как пчелы. Есть существа, которые, на самом деле, являются нашими нахлебниками. Вот, например, достаточно известный – это капустные тля, которые известны как рекордсмен по скорости размножения. Вот видите, за сезон, но такого, конечно, никогда не бывает, одна особь может породить 800 с лишним миллионов тонн потомства. Представляете? И вопрос у меня, соответственно, возникает. Кого еще вы знаете из таких же нахлебников опасных, вроде капустной тли? Пожалуйста. Так, пожалуйста, черный микрофон там. Колоразский жук. Правильно. Так, пожалуйста, вот здесь вот спереди. Мы еще вспомним его. Саранча. Саранча. Тоже известный персонаж. Бабочка-капустница. Правильно. Еще, пожалуйста, здесь. Ну, молодцы. Достаточно, наверное. Гусеница. Гусеница. Бабочки, да? Белянки-капустницы, например. Капустная муха. Многие из личинок бабочек. Совершенно верно, да. Потому что они все в основном едят растительность, которую в том числе и мы выращиваем. Спасибо. Вот. Я чувствую, здесь много достаточно таких подготовленных энтомологов будущих. Пожалуйста, следующий слайд. Вот. А некоторых насекомых мы используем в своих корыстных, может быть, иногда, в общем-то, исследовательских целях. Вот, например, генетики, они, в общем-то, постоянно занимаются плодовой мушкой дрозофилы. Это для них, как некоторый обязательный объект такой, без которого они жить не могут. Да. Вот здесь, видите, наверху слева изображена муха дрозофила, а вот там целая колония, которую исследователь рассматривает. А есть еще другие варианты. Например, если специальный чип присоединить к какому-то насекомому, вот, или к жуку, или к какому-то таракану, он может заползти, где-нибудь что-нибудь нашпионить, например, да, что-нибудь там заснять, или какие-нибудь там секретные данные забрать, или, наоборот, что-то такое донести куда-то, что-то рассыпать и так далее. Вот там, видите, маленькое насекомое изображено, чисто техническое, которое может тоже летать, может что-то фотографировать. Это некий такой небольшой робот, который используется для каких-то целей, скажем, да. Такое тоже может быть. Идем дальше. Вот. Ну, на самом деле, как вы видите, у нас с насекомыми много общего. Мы, в общем-то, между собой связаны многими связями. Вот это, видите, коллекция. А вот одно из таких общих мест. Есть такое слово русское – унасекомить. Как вы думаете, что это означает? Уодинаковить их. Уодинаковить, да? Унизить. Унизить, да. Приютить их. Приютить? Ну, мне кажется, вот унизить пока ближе всего было, да? Если остановимся на этой вере. Сделать так, чтобы ваш собеседник чувствовал себя ниже плинтуса. Вот, значит, унасекомить. Как насекомое такое, чтобы он был. Пожалуйста, идем дальше. Вот что-то вот такое получается, да? Идем дальше. Теперь наступила пора, наконец, с насекомыми познакомиться поближе. Щелкаем. Видите, какие разные бывают красивые и, может быть, не очень насекомые. Многие из них достаточно полезные, некоторые вредные, некоторых мы просто даже не знаем. Вот мы хорошо знаем, например, божью коровку. Хотя бы потому, что она уничтожает ту самую тлю, которая вредит вот той же капусте, да? Вот. Это полезное существо. Идем дальше. А вот здесь у нас целый ряд слайдов, на которых показаны очень разные насекомые, главным образом отличающиеся размерами. Ну, это, например, одна из самых крупных бабочек, павлионоглазка, атлас. Щелкаем дальше. И вот здесь, видите, у нее на крыльях, на кончика крыльев, посмотрите, на рисунке, на самом углу изображение, чем-то напоминающее, как вы думаете, что? Змеяному кобру. Совершенно верно. Поэтому она вот и называется таким словом, да, что это, значит, змея, кобра, да? То есть, очевидно, это служит для того, чтобы, опять-таки, отпугнуть непрошенного какого-то посетителя. Идем дальше. Вот. В Соединенных Штатах, вообще, вернее, в западном полушарии живет вот такая бабочка, которая тоже достаточно крупная. Это агриппа. Только у нее, значит, крылья располагаются не в длину, а в ширину. Тоже достаточно большая. А внизу там изображены бабочки, которые отличаются большими скоплениями и очень дальними миграциями. Они могут преодолевать расстояние многих десятков тысяч километров. Идем дальше. Вот ваши, наверное, может быть, не очень знакомые, или если знакомые, то не очень приятные сожители по планете. Это тараканы. Вот, например, тот, что изображен слева внизу, многим может быть даже знаком. Это обычный рыжий таракан или пруссак. А вот два других, это таракан-носорог и таракан-мадагаскарский, они известны любителям. Они достаточно крупные, видите, вы можете по ладони посмотреть, и издают очень такой громкий шипящий звук. Когда их беспокоишь, то они начинают сильно шипеть. И те, кто не знаком с этим, они часто пугаются. Вот, идем дальше. Вот еще один интересный существо. Это реликт, в общем-то, реликтовое насекомое, кузнечик гигантский, который живет на ряде островов в Новой Зеландии. Очень интересно, он защищается. Вот слева показан кузнечик, который пытается ногами отпугнуть своего врага. У него на лапках, видите, очень мощные такие шипы, которые могут, в общем-то, сослужить ему хорошую службу. Идем дальше. Вот, смотрите, какие гигантские насекомые. Это, главным образом, бразильские, амазонские насекомые, очень крупные. Некоторые из них едва-едва помещаются, например, вам вот на руку могут едва-едва поместиться. Это бразильский титан и дровосек большезуб. Вот, видите, размеры там указаны. Вот это чуть поменьше, но тоже их земляк. Это, значит, жуки, у которых есть родственник живущий у нас с вами, жук-носорог. Но он, видите, по размеру сделан так, чтобы соответствовать примерно. Посмотрите, какого размера бразильские жуки и какие жуки, хотя они достаточно крупные, сантиметров 5, вот, наши жуки-носороги. Идем дальше. А вот это африканский представитель, жук-голиаф. У него очень крупные гузи, личинки, которыми, в общем-то, не брезгуют, как раз лакомятся местные жители. Посмотрите, какие они крупные, да? Причем вот это вот не что иное, как всего лишь бронзовка. Наверняка каждый из вас летом видел вот таких небольших жучков, которые справа внизу изображены, да? Вот я их тоже попытался в одном масштабе изобразить. Насколько наша бронзовка меньше, чем бронзовка африканская. Идем дальше. А вот это самое большое насекомое. Оно больше полуметра длиной. Представляете? Существо, которое действительно, если увидишь его, не случайно этот весь отряд называется привиденьевые или палочники. Вот он напоминает чем-то привидение. Идем дальше. Вот очень интересное насекомое. Называется оно долгоносик, но на самом деле больше напоминает жирафа, да? С длинной-длинной шеей. Вот я, к сожалению, нет указки, не могу показать, где у него находятся глаза. Где-то вот на этом участке, ближе к середине, вот там, если присмотреться, находится глаз. И дальше идет такая вот головотрубочка, заканчивающаяся ротовыми придатками. Вот такое достаточно странное существо. Может быть, кто-то уже успел прочитать что-то про него. Раэль Мухазалович, вот у нас вопрос один есть. Пожалуйста. А все жуки, которые вы сейчас перечислили, они для человека не опасны? Ну, вы знаете, они чаще всего редкие. Более того, это объекты собирательства. Многие из них, поэтому они сейчас находятся на грани буквально вымирания. Спасибо. Еще один вопрос. Два вопроса всего давайте. А, у меня не вопрос, я просто хочу рассказать. Я вот знаю, я читал, что жук-долгоносик, он и полезный, и вредный одновременно. Это так? Он для людей был вредным, а потом люди были вынуждены сажать картофель и капусту для того, чтобы долгоносик помогал им. И из-за этого люди получали большие доходы и в какое-то стране они даже поставили памятник этому жуку. Жуку. Ну, вообще долгоносики на самом деле растительные ядные существа. Вот, может быть, вы имеете в виду все-таки жуков, щелкунов, там есть и хищные, есть и как раз вредители, вот чтобы так и так. А долгоносики, они в основном все вредные на самом деле. Так, идем дальше. Вот, посмотрите, какое странное существо, которое, в общем-то, с трудом, наверное, можно назвать насекомым, тем более жужелицей. Это существо больше напоминает семечку или лист, да? Это существо живет в Юго-Восточной Азии и, изображая таким образом лист, пытается обмануть птиц и даже муравьев, потому что там муравьи очень активные, ползают везде и угрожают всем. Идем дальше. А вот это наш гигант, он, в общем-то, относительно скромный, всего каких-то 5 сантиметров, но все-таки он в Татарстане даже у нас вот живет, в юго-восточных районах, да, ну, замечательно. Вот такие вот жуки-олени, они любят обычно дубовые посадки и питаются на подтекающем соке дубов. Вот здесь тоже один кузнечик из Малайзии, Юго-Восточной Азии. Он так же, как и некоторые другие южные насекомые, напоминает лист. А его ножки такие очень длинные, издалека могут вообще быть незаметными, да? Идем дальше. Вот теперь перейдем к самым маленьким. Вы все о больших говорили. Нижний предел насекомых, как вы можете видеть из этого слайда, исчисляется долями миллиметра. Вот в самом низу, я не знаю, как вы можете разглядеть или нет, черный такой снимочек, на котором изображена одна оса небольшая, паразитическая, потом инфузория туфелька и амеба. Вот есть такие осы паразитические, наездники, которые почти в два раза меньше, чем инфузория туфелька. Представляете? 0,12 миллиметра. Это, вообще говоря, предел, наверное, который могут достигать в этом плане насекомые. Идем дальше. Вот. Ну, на самом деле, если посчитать разницу в размерах, то насекомые отличаются между собой в пять тысяч раз. Самое большое, вот это длинное насекомое, палочник, и вот это самое маленькое. А если посмотреть на нас с вами, млекопитающих, то синий кит всего в полторы тысячи раз больше, чем самый маленький зверек животное, млекопитающий, бурозубка. Представляете? Вот в полторы тысячи раз. То есть насекомые гораздо более разнообразны. Чем мы с вами. Вот. Идем дальше. Посмотрим на другие признаки. Кроме размеров важны еще, например, и скорость движения. Известно, например, что некоторые из насекомых, например, стрекозы, летают с сумасшедшей скоростью, которая, в общем-то, не всем видам транспорта доступна. Да? 58 километров в час. Хотя энтомологи постоянно спорят, самые ли они быстрые, или, может быть, есть гораздо быстрее. Например, вот тот же самый бражник, мертвая голова. Вот тот самый бражник, которого иногда пропускают уважаемые пчелы-вахтеры, поскольку эта мертвая голова как раз паразитирует в ульях. Она изображает звук матки, и бедный этот вахтер пропускает этого бражника, думая, что это еще одна царица залетает в улей. Идем дальше. Тут, я не знаю, тут ребята поднимают руки все время. Может быть, не знаю, дадим слово, что ли, какие-то вопросы. А вот существует какое-нибудь животное, которое умеет и плавать, и летать, и быстро бегать? Ну, наверное, только человек. Если он плавает, скажем, на скутере, летает на самолете и ездит на автомобиле. А так в каждой сфере своих чемпионов, на самом деле. На самом деле есть такое насекомое, которое умеет и плавать, и летать, и бегать. Это жук-плавунец. Да, но не одинаково хорошо. Не одинаково хорошо. Не одинаково. Конечно. Либо плавает хорошо, либо летает. А еще стрекозы могут зависать над водой, как вертолет. Они еще могут летать кверху животом и вперед хвостом. Такое тоже бывает. А есть насекомые, которые могут и помочь, и навредить? Одновременно. Ну, разумеется, конечно. Вот мы только что смотрели про пчел, они могут и мед дать, и накусать вас очень здорово, да? То есть все зависит от ситуации. А известно ли вам о самой ядовитой пчеле в мире? Ой. А тебе известно? Сам знаешь? Вы знаете. Скажи, пожалуйста, поделись с нами. Шершень. Ну, вот я не знаю. У меня там дальше есть слайд один, на котором есть другая версия все-таки. Так, идем дальше. Вот, наконец, добрались до муравьев. Муравьи – это одна из самых любопытных групп насекомых. Не только потому, что они очень разнообразны, о чем мы с вами поговорим, но о том, что они, по вероятности, еще очень умные. Их особенности поведения, говорят, нам подсказывают некоторые такие вещи, которые, в общем-то, многим из нас, казалось бы, должны быть руководством к действию. Вот здесь, видите, показан вам знакомый муравейник. Одна из крупных форм муравьев. Щелкаем, щелкаем. Вот. И вот здесь, посмотрите, очень интересный факт, который я тоже относительно недавно узнал, о том, что муравьи очень внимательно относятся к своим сосуществующим товарищам. Если фуражир не приносит пищу, то его могут просто убить и съесть. А вот тот, кто пострадал, скажем, при каком-то выполнении задания, он является очень таким почетным гражданином своего муравейника, и за ним ухаживает до тех пор, пока он не вылечится. Вот. А вот посмотрите, как раз тот случай, про который мы только что говорили. Опасные муравьи. Вот сверху, слева, изображен муравей, который называется огненный муравей. У него очень ядовитый секрет, который впрыскивается жалом, находящимся на конце брюшка, а после того, как сначала муравей вцепляется в кожу, скажем, обидчика, в нашу, например, и после этого укол жалом осуществляется как буквально прикосновение огня. Но гораздо более опасными оказываются те страшные муравьи, которые изображены справа внизу. Это бродячий муравей и цитон. Они живут в Южной Америке, и с ними, в общем-то, не желая встречаться никто, даже ягуары. Описывают случаи, когда эти колонны муравьев, достигающие длиной, скажем, нескольких сот метров, и несколько метров шириной надвигаются на поселение, все стараются оттуда убежать. И были случаи, когда, скажем, забыли собаку отвязать, она была съедена. Забыли, значит, увезти ягуара, который там был пойман для зоопарка, тот тоже был съеден, понимаете? То есть съедается все, с ними невозможно бороться. Это действительно кошмар, который неслучайно в голливудских фильмах показывают как монстры. Ну и вот, наверное, уже в конце я покажу, немножко расскажу о таких странных существах, как стрекозы. Вот здесь сверху слева изображена стрекоза окаменевшая, которая достигала размера почти полметра в размахе крыльев и была грозным хищником. Сейчас вот щелкните, значит, здесь видите, показан, это, конечно, не сама стрекоза, это ее модель, как она могла выглядеть, да? Вот, а охотилась она за такими существами, которые нарисованы в правом нижнем углу. И обратите внимание, эти существа обладают не двумя, а целыми тремя парами крыльев. Были даже такие в истории Земли. Современные стрекозы, конечно, поскромнее, хотя есть достаточно крупные. Вот в правом верхнем углу, значит, одна из таких стрекоз указана. Продолжаем щелкать. Ну и завершаем мы все-таки с вами сегодняшний разговор тем же самым вопросом, который я адресую вам. Легко ли быть насекомым? На самом деле вопрос очень сложный, и я подозреваю, что на него не так просто ответить. У нас есть варианты ответа. Да. Мне кажется, что это тоже нелегко, потому что у тебя вот такой маленький, ты можешь, у тебя могут наступить, съесть, тут надо прятаться, еще неудобно. Ясно. Вот так вот пойдешь, вот так вот, иди, а съедят по дороге. Да, есть такая угроза. Очень сложно. Пожалуйста, это самое красное. Я считаю, что некоторым насекомым легко выживать, а некоторым нет. Например, раньше, когда не было человека, ну или он был наподобие обезьяны, насекомым жилось легче, потому что им никто из людей не угрожал. Люди, я считаю, что трудно, потому что люди считают, что планета, это планета людей, а на самом деле, ну, Земля, это планета людей, а на самом деле это планета насекомых. Да, наверное, я тоже. Я считаю то, что насекомым быть очень трудно. У каждого насекомого есть своя работа, и его, ну, на работе запросто могут раздавить, что-нибудь с ним сделать, ну, съесть. Да, так же, что мы не насекомые, да? Конечно же, не... Вот тут мальчик один, вот постоянно тянет руку уже, наверное, половину лекции. Вот мне хочется все-таки его как-то уважать. Конечно же, некоторым тяжело жить на этом свете, а некоторым нет, потому что они могут достигать больших размеров. А те, кто маленькие, они их и, может быть, и не видно, и мы наступим, и раздавим их, и можем даже собрать в свою коллекцию. Насекомые удивительные существа. Они могут сильнее человека быть, сильнее своего веса поднять груз. Правильно, молодец. Вот не зря все-таки руку тянул, да? И вот я хочу продолжить этот ответ, да? Извините, можно сказать? Продолжу. Вот представьте себе, если мы уменьшимся до размеров того же муравья, или наоборот, муравья увеличим до размеров человека. Как вы думаете, сможет муравей поднимать во много раз больше вес? Нет, нет. Извините. Кто не отвечал еще у нас? Я хотела сказать, а что это за жук? Ну, на картинке. Сначала нужно ответить на вопрос, который преподаватель задал, а потом на твой вопрос он ответит в перерыве. Вопрос интересный, да. Пожалуйста, кто хотел бы ответить на вопрос преподавателя? Можно мне, пожалуйста? Пожалуйста, красный микрофон. Спасибо. А вот насекомым быть нелегко, потому что тебя могут съесть другие насекомые, на тебя могут наступить, и, ну, тебя может что-нибудь придавить. Например, вот летит камень, и он на тебя упал. Ну, а если на нас с вами упадет тоже, в общем-то, ничего хорошего, так ведь? Ну, это вопрос, ответ на предыдущий вопрос. Вопрос. Завел Равиль Мафазович, пожалуйста, повторите еще раз этот вопрос. Я думаю, что, ну, если, например, быть маленьким насекомым, это достаточно сложно. А если вот быть, например, насекомым, как вот вы только что показали, муравьи-бродяга, от тебя все бегут. А если быть маленьким, как интересным, за тобой все бегут. Нет, вот представьте себе, что мы уменьшились до размера муравья. Или, наверное, муравей увеличился до наших размеров. Вот сможет этот муравей поднимать столько, сколько поднимал маленьким? Нет, нет, не сможет. Так, пожалуйста, черный микрофон, пожалуйста. Нет, не сможет, потому что высота муравья увеличивается, а вес муравья увеличивается намного больше, чем его сила. Потому что вес увеличивается в миллион раз, а сила всего в сто тысяч. Поэтому у него даже не хватит сил, чтобы подняться на ноги и ходить. Наверное, так. Пожалуйста, розовый микрофон. Мне кажется, не надо решать за них. Мы не знаем, каково быть насекомыми. Так что смысл мы сейчас сделаем, легко ли быть насекомым? Мы же даже не знаем о них. Ну, вообще, философский ответ. На самом деле, надо быть самим собой, да? Вот главный вывод, наверное, из всего сказанного. Так, еще, пожалуйста. Вот, если, например, муравей вырастет, но он сможет поднимать там, например, листик, камень, ну, как мы. Ну, он же поднимал, когда, ну, он не может поднимать такие грузы, какие поднимали мы, потому что его сила только умножится вот на столько раз. Ну, и муравей, конечно, сильнее слона, потому что, вот представьте себе, слон не может поднять одного слона, а муравей может поднять один муравей, может поднять 50 тысяч муравей сразу. Очень такой многоплановый ответ, Владимир Павлович. Ребята, на этом нам надо завершать нашу лекцию. Если у вас есть дополнительные вопросы к нему, пожалуйста, он после лекции готов на них ответить. Давайте поаплодируем нашему преподавателю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова